Это усадьба «Сказочный дом рыбака». То есть, эту усадьбу я оформлял год назад, и вот я вам ее показываю, что произошло за этот год. Ну, обзор этого фильма был отдельный, а это будет не обзор, а такое как выступление. То есть, когда мы работали на этой усадьбе в том году, ну где-то мы 50 дней, я не знаю сколько там, 30-40 дней, больше 40 дней мы оформляли эту усадьбу, то у меня были помощники. И вот эти помощники научились секретным технологиям мастерской Колесникова. Они очень хорошо работали со мной, помогали. И когда я уехал домой, и как бы сезон я отработал там в Белоруссии и в России, то вот эти бригады, мастера остались по благоустройству именно этой усадьбы. То есть, они здесь живут, им здесь удобно. И вот заказчик Александр, рыбак заядлый, оставил их у себя и как бы своими силами стал продолжать оформлять свою усадьбу. Ну, как бы, работать же ж надо, скучно. Ну, Александр очень много проводит время в интернете, он изучает передовые технологии, и у него есть свой взгляд на оформление, и он хочет оформлять. То есть, ну, вот такая ситуация. И вот посмотрите, что произошло, и вот как объект живет уже своей жизнью. А это вот такие эскизы. Ну, это эскизы мастерской Колесникова. Вот такого вот великана Александр хочет сделать у себя на участке. Ну, я еще скинул несколько эскизиков. Вот такие деревья, можно делать дома-деревья, вот улитки там всевозможные. Ну, то есть, можно все делать. Вот попали эскизы, как бы, под руку, я их и выставил. И вот, как бы, исходя из идей, вы посмотрите, как развивается оформление этого участка. Вот смотрите, какой интересный дом, прям тоже какой-то дом рыбака. Ну, это вот эскизик такой там бани, это я в Козельске сейчас делаю. Ну, попал из под руки, я ее поставил. То есть, не преследил никакой цели. А это, смотрите, вот уже ближе по теме. Вот такой корабль, он уместен, ну, на таком, будем, на острове. Вот так, видите, причал, на причале стоит корабль, и там живут люди. А это вот такая беседка оригинальная, в виде паруса сделан, тоже здесь подтекст есть. Ну, смотрите, там он. А это, пересмотрите, он тот дом, очень важный. Он тот домик, он старый. Ну, этот дом, там, 50-х годов, вот такая архитектура. Ну, это современные дома, то есть, он деревянный. Вот этот, как бы, дом я делал, и вот щупку вот так мы делали. А это уже год спустя. То есть, я нашел просто старые фотки, показать, а что здесь было до этого. Вот был такой старый дом, 50-х годов, тогда строили такие литые дома. А это уже, вот смотрите, какой оригинальный, интересный домик, оформление, фасад дома делает, вот, как бы, те мастера, которые работали со мной. И вот, смотрите, это, ну, давайте, как гаражик назовем. Ну, вот видите, даже здесь квадар цикл стоит. Вот так он выполненный. И, смотрите, стены. Ну, сложность этой работы заключается в чем? В том, что и крыша тоже бетонная. Ну, вот именно замысел, вот, Александр захотел все-таки сделать очень оригинальный такой потолок и крышу, перекрытие, чтобы она была сарбетонной. Ну, и там и гидроизоляция, чтобы не протекала. То есть, это достаточно сложное, ну, так, техническое сооружение. Ну, как бы, оно, сделать его несложно. Ну, вот, чтобы оно не текло и, как бы, выполняло функцию крыши, это уже сложно. И вот, смотрите, какие углы, деревья мощные. Видите, еще не покраски нет, а все равно уже хорошо смотрится. И смотрите, насколько здесь оригинально, сильно сделано. То есть, большие камни. То есть, нарушение всех законов. То есть, ровненького цоколя нету. Бревна такие крепчайшие. И большие камни. То есть, нарушение масштаба. Поэтому, в этом есть, там, и смысл. Вот, когда человек, мы привыкли к определенному, там, ровненькому, кривенькому. А здесь, вот, смотрите, окна, арки. Все сделано, ну, самобытно. А здесь уже идет, то есть, пристройка. Вот, газосиликат. Вы видите, он тоже потом будет оформляться. Ну, у этого дома есть какие-то задачи. Не знаю, гостиница это будет, гостевой дом. Ну, вот, видите, такой вот газосиликат. Сделано здесь уже, ну, по обыкновенным обычным технологиям. Вот здесь, видите, угол такого дома. А это здесь уже, по всей видимости, будет или бочка. Ну, какой-то уже художественный, будем, подход. Ну, вот, видите, как бы, ну, вот эта стройка ушла, там, год целый. То есть, ну, специалисты очень хорошо старались. И у них там, как бы, стоит запрет. Они больше двух квадратов камня не делают. Потому что, ну, чтобы было качественно, красиво. И вот они умеют, там, за 10 часов сделать такой очень классный, и, допустим, красивый камень, ну, два квадрата. Потому что хозяин говорит, пацаны, не торопитесь. Я говорю, очень аккуратно работайте. Не спешите, чтобы не подорваться. Потому что, ну, сильно быстро будете работать, будут руки болеть. Ну, это меня попросили рассказать вот эти секреты сам. Я бы до такого не додумался, что надо именно два квадрата делать. То есть, это такая находка, это бригада. Ну, зато все классно, ни трещин нет. И все очень вкусно сделано. Смотрите, вот так вот выглядят камни. И самое интересное, и шершавые, и гладкие. И именно вот такие, ну, гальки, громадные камни. И это очень, ну, в этом весь, как бы, кайф. То есть, народ просто сделал такой сказочный дом. Ну, необычный дом. Ну, и будем смотреть, что будет, как эта стройка будет продолжаться дальше. Ну, вот видите, здесь пристройка идет навеса, под которой лодка находится. И вот, как бы, опять ее тоже надо будет подружить. Современное здание, ну, с таким сказочным. Потому что, видите, прав носил современный, зеленый. А здесь будет, ну, потом покраска решится, решится соединиться цветом. Ну, и мы будем делать еще, там, может, какие-то там скульптуры на этом доме. Ну, посмотрим, как вот сложится следующий год. Вот, а это, видите, такой навес, и там находится вот такая ленинская бетономешалка старинная, еще Советского Союза. И, видите, все здесь продумано, аккуратно, и можно работать и в жару, и в дождь. А это, смотрите, как это здание выглядит внутри. То есть, это здание, которым, представляете, вот оно сделано таким хитрым технологиям египтян. Они просто засыпали песок и поштукатурили его. И вот он стоит уже 50-70 лет. Ну, я так думаю, с 55-го года, примерно, посмотрите. И теперь, как надо сделать, чтобы не нарушить египетские вот эти все технологии. Я побоялся. Мне предлагали его оформить, но я побоялся трогать. Потому что, видите, вот это историческое здание, которое, видите, оно сыплется вот так вот. И теперь, представляете, его посверлили, укрепили. И теперь его штукатурят. Это тоже будет произведение искусства. Эти балки сделаны. Ну, я думаю, все закрепится, обкидается. Видите, куча штырей, арматуры, которые будут выполнять несущую нагрузку. Ну, это такой фильм я снял по этому объекту. Вот спустя. А это фасад дома рыбака. По этому трапу можно войти прямо в дом. Смотрите, не ступеньки обычные, а перила и бревна такие. И вот угол дома. А это вот старый фильм о том, какой дом был до оформления его арбитоном. Обычный дом с газосиликата. Вот мы приварили трубы, сделали крышу и сделали такую пристройку к дому. Ну, и вот идет оформление фасада арбитона. Что такое арбитон? Обыкновенный раствор, цемент марка 500, один к двуму. Одно ведро цемента и два песка. Ну, вот видите, как раз идет оформление окна. И вот как бы я хочу вам напомнить, вот так и шло оформление. И кому интересно, и как дом выглядел до оформления. То есть, с какого материала сделано. То есть, современный материал, то есть, бетон, цоколь, фундамент и газосиликат, кирпич. И крыша с профнастила. И вот видно, здесь столик оформляет фасад этого дома. Продолжение следует...